Актриса Юлия Аук недавно написала в фейсбуке пост-аутотренинг «Страны Балтии, страны Балтии, страны Балтии». Ее подписчики сразу поняли, о чем идет речь. Она как бы пытается отучить себя, а заодно и свою аудиторию, от советского топонима «Прибалтика» и перейти на современное, более корректное наименование. Пост, состоящий из шести повторяющихся слов, тем не менее, привел к настоящему взрыву в комментариях. Люди ожесточенно спорили. Вот, например, одна из реплик. Дурь какая! А что уважаемым гражданам стран Балтии не нравится в названии «Прибалтика»? Ничего такого надменного в нем нет. Люди во всем бывшем Советском Союзе называли и называют. И никого ни в Латвии, ни в Литве, ни в Эстонии раньше это не задевало. Сейчас-то что случилось? Юлии Аук даже пришлось писать пост-апдейт, чтобы объяснить свою позицию, если коренных жителей этих стран задевает топоним «Прибалтика», потому что он модально является наследием и маркером оккупации Советским Союзом трех независимых государств. Что мешает относиться к этому с уважением? Может быть, я лишь смею предположить, он самый великодержавный шовинизм? Написала Аук. Топоним «Прибалтика» в последние годы действительно пополнил список задержавшихся в языке географических наименований советским душком. Это название, как и многие другие, воспринимается как москвоцентричное. Сквозь слово «Прибалтика» проглядывает отношение к странам как к некой территории, лишенной политической субъектности. Литовский философ Гентаут Асможейкис считает, что в употреблении слова «Прибалтика» отражается империалистическая попытка рассматривать страны Балтии как сферу влияния России, наш регион. Эти лексические обломки Советского Союза были, конечно, заметны и раньше, и также вызывали ожесточенные споры. Но война России против Украины сделала их еще более заметными, еще более очевидно архаичными, несоответствующими времени. Когда-то российский, а теперь украинский, телеведущий Евгений Киселев еще в начале войны написал, по-моему, сейчас уже не осталось медиа, которые пишут на Украине. Это очень точное замечание от политически заряженного предлога «на», который, тем не менее, воспринимался как некая языковая скрепа. С началом войны отказались даже те независимые российские медиа, которые до последнего держались за эту норму. Стало очевидно, это тот случай, когда выбор предлога равен поддержке войны. Не случайно в этом году даже в Польше решили пересмотреть эту языковую норму. По правилам польского языка предлог «на» используется не только по отношению к Украине, но и по отношению к Словакии, к Литве. Совет польского языка проявил языковую эмпатию, рекомендовал поощрять вариант в Украине, чтобы не задевать чувств украинцев. Окончательно устаревшим война сделала и советский вариант Белоруссия. Многим современным белорусам он уже кажется чем-то из словаря бабушек и дедушек. Однако и об этом в российских соцсетях спорят не на жизнь, а на смерть. Мол, никакой Беларуси, мы привыкли к Белоруссии. Это соответствует нормам русского языка. С чего это мы будем говорить не так, как привыкли? Интересно, что за старые названия продолжают изо всех сил держаться даже либерально настроенные россияне. Почему? Филолог Гасан Гусейнов считает, что это своеобразная сублимация. В условиях давления и репрессий язык остается едва ли не единственной сферой, которую можно вот так контролировать. Они не могут изменить обстоятельства в своей жизни, они не могут принимать участие в политике, они во всех остальных отношениях, так сказать, парализованы. Единственная область, в которой сохраняется как бы свобода, это область реагирования на язык. И вот всякие, так сказать, неправильности, всякие нововведения, всякие политические какие-то новации воспринимаются как вторжение в самое нутро, в душу вторжения. Казалось бы, ну, добавьте букву «Н» название города Таллинн, как о том просили эстонские депутаты, еще когда Эстония была в составе Советского Союза, конец 80-х годов. Но нет, как же, это будет страшное нарушение, это будет страшный выпад против русского языка. Впрочем, по словам Гасана Гусейнова, дело не только в сублимации, но и в нем, в том самом шовинизме, который признает только один вариант и не признает развитие разнообразия. А вот расхожее выражение «имперское сознание» с его точки зрения тут не очень подходит. «Имперское сознание» – это довольно сложное сознание. А то сознание, которое сейчас воспитывается в населении Российской Федерации, это шовинистическое сознание. И империя не шовинистична. Империя допускает множество разных, так сказать, разностей. И языки включает в себя, какие-то уклады. А вот шовинизм, представление о том, что мы лучше всех, мы главные, и мы вообще все знаем, как правильно, он как раз предполагает вот такой вот дирижизм в языке. Таких обломков прошлого в современной топонимике еще очень много. И избавиться от них тяжело даже тем, кто искренне поддерживает независимость государств и их движение вперед. Не случайно спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, предоставляя слово Владимиру Зеленскому в Конгрессе, оговорилась, сказала The Ukraine вместо просто Ukraine, сила привычки. Устарело и название Средняя Азия, оставшаяся с советских времен. Так называли четыре республики Кыргызскую, Таджикскую, Туркменскую и Узбекскую СССР. Существовал даже отдельный экономический район, Среднеазиатский. В современном же политическом контексте этот регион корректнее называть Центральной Азией. Это название закрепили на саммите в 1993 году главы соответствующих независимых республик. В конце концов, даже само прилагательное постсоветские уже нельзя считать корректным. Оно снова сваливает все страны в одну кучу, лишает их субъектности и закрепляет за ними некий советский ген, от которого как бы никуда не деться. Как будто есть некая общая постсоветская реальность, общая жизнь после Союза, которая на самом деле давно уже не общая. Просто есть те, кто до сих пор отказывается это понять.